Посмотрим с вами сейчас анализы моего подопечного. Это мужчина, ему 38 лет, в анамнезе проблемы с пищеварением, проблемы со стулом, ощущение переполненности после еды в желудке, даже спустя длительное время, блуждающие боли, головные боли, ощущение нехватки сил, нехватки энергии, нарушение сна, проблемы со сном и в целом, как бы такой упадок сил. Итак, здесь у нас общий анализ крови. Что мы видим в этом анализе? Во-первых, мы видим, что у нас повышена средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах. Вот этот показатель в данном контексте с вероятностью 99% нам говорит о том, что витамины группы В у нас в упадке. В дефиците либо фолиевая кислота В9, либо В12, либо В2. Или, возможно, все витамины группы В, они у нас находятся в дефиците. Дальше смотрим тромбоциты и тромбокрит. Здесь у нас снижение. Снижение этих показателей говорит о том, что идет повышенный расход данных клеток иммунной системы. А значит, есть какой-то воспалительный процесс в организме. Возможно, он уже длительный, возможно, он такой велотекущий, длительный. И систематически он может не ощущаться какой-то острой фазой. Но при этом он будет расходовать в большом количестве наши тромбоциты. И, соответственно, мы будем видеть снижение. То есть здесь нужно работать над поиском причин и снижением общих воспалительных факторов в организме. Что еще мы видим в общем анализе крови? Мы видим повышение эзинофилов. Вот это интересный показатель. Потому что если вы видите у себя повышение эзинофилов, то либо это говорит о том, что есть какие-то аллергические реакции у вас в организме, либо это паразитарные инвазии. Как нам понять, что все-таки либо паразиты это, либо это аллергия? Нам нужно сдать с вами два показателя. Сейчас мы их разберем. Мы смотрим вот эти два показателя. Иммуноглобулин Е и эзинофильный катионный белок. И вот если у вас оба этих показателя будут повышены, тогда смотрим в сторону аллергии. Если же у вас иммуноглобулин Е будет в норме, как в данном случае, а эзинофильный катионный белок будет завышен, тогда это паразитоз. И нужно работать именно с паразитарной инвазией. Кстати, как раз именно этот момент, скорее всего, и вызывает снижение тромбоцитов, воспалительный процесс в организме. Что мы видим еще? Мы видим превышение АЛТ, печеночный фермент. Превышение показателя. Он в рамках референса, но при этом мы уже видим, что он завышен, зная здоровые нормы. Здоровая норма в данном случае должна быть где-то около 30. Здесь, в виде дневник питания человека, я вам его показать не могу, но просто поверьте мне на слово, там избыток углеводов. Питание много мочного, булок, макарошек и так далее и тому подобное, сахар, какие-то десерты. И избыток простых пустых углеводов как раз-таки дает нагрузку на печень и вызывает повышение вот этих показателей. Что здесь у нас еще присутствует? Фолиевая кислота, хороший в принципе показатель, 15 при референсе до 19. Можно чуть-чуть еще поднять, вот буквально пару неделек попринимать. Но можно оставить так, просто добавить больше зелени в рацион, больше свежих таких продуктов с зеленью. Витамин В12. Вот смотрите, снижение, насколько он у нас занижен. Верхняя граница 914. При таком референсе В12 должен быть не ниже, ну не ниже 700. В данном случае он даже до 300 не доходит. Ну, во-первых, паразитарная инвазия, которую мы вот здесь определили, это повышенный расход В12, потому что попросту патогены, паразиты, они берут на себя, питаются, забирают на себя этот важнейший витамин. И, ну, судя по рациону, человек кушает много животных продуктов. То есть здесь вывод такой, либо это паразиты, вернее, не либо, а мы с вами видим, что это паразиты, во-вторых, здесь возможно есть снижение кислотности желудочного сока, потому что у нас общий белок, он тоже низкий. Норма общего белка 75-80, здоровая норма, да, мы не всегда ориентируемся на референс, мы ориентируемся на здоровые нормы. Так вот, это снижение этого показателя при достаточном потреблении в рационе белка говорит нам о том, что надо бы проверить кислотность, что там у нас с усвоением. При низкой кислотности В12 будет плохо усваиваться, плюс паразиты будут его также забирать на себя. Что еще? Витамин Д тоже низкий, надо повышать до 60 как минимум, поэтому здесь обязательно прием добавок, это номер один, то, с чего нужно начинать. По витамину Д у меня есть шикарнейшее просто руководство, по ссылочке в шапке профиля можете его найти и приобрести. Там подробно расписано, как выбрать себе дозировку, как сдать анализ, посмотреть каким методом, лучше всего смотреть диагностику, как детскую дозировку рассчитать и помощники дополнительные натуропатические для хорошего повышения витамина Д, для того, чтобы можно было его очень быстро привести в норму. Так, что еще у нас здесь? Мы видим билирубины, общий билирубин и фракции. Вот смотрите, когда общий билирубин у вас выше 10, всегда сдавайте фракции прямой и непрямой, чтобы понимать, за счет какой фракции повышен общий билирубин. А в данном случае вообще повышены все 3. Ну, во-первых, повышение непрямого билирубина намекает нам на то, что надо бы сдать генетику и посмотреть, а не присутствует ли у нас здесь синдром Жильбера. Синдром Жильбера – это генетическая особенность, генетическое заболевание, особенность, когда печень не может выводить билирубин в достаточном количестве. И здесь, конечно же, нужно ей помогать, потому что непрямой билирубин, он крайне токсичен. И когда у нас завышение идет непрямой фракции, то это огромная нагрузка на весь организм. И головной мозг будет страдать, и будет ощущение рассредоточенности, что невозможно собрать себя в кучу, будут блуждающие боли, будет проблема с пищеварением. Там масса просто всего, потому что это интоксикация в организме. Поэтому здесь показано и рекомендовано сдать генетику на синдром Жильбера. Где-то около 4 тысяч рублей стоит анализ, если я не ошибаюсь. Ну, в Тюмени, по крайней мере, в других городах, может быть, другие цены. И обязательно нужно посмотреть, потому что при синдроме Жильбера есть особенности питания, в зависимости от того еще, какая разновидность, их две. У меня есть эфир на тему синдрома Жильбера, обязательно его посмотрите. И, конечно же, нужно принимать определенные добавки, чтобы помогать своей печени, чтобы снижать токсическую нагрузку с организма в целом. Поэтому здесь будем дополнительно смотреть еще генетику. Что мы видим еще? Мы видим повышение триглицеридов. Они в норме должны быть не выше единицы. И мы видим повышение общего холестерина. Во-первых, здесь присутствует у нас застой желчи. И с желчным, и с желчоотоком в этом случае также показано работать. Потому что вот прямой пилирубин у нас тоже повышен. Плюс, если подтвердится синдром Жильбера, то всем же перекам обязательно нужно несколько раз в году заниматься своим желчным. Прямо детально, потому что у них всегда проблемы с желчоотоком. А это повышенный риск камнеобразования. Поэтому имейте в виду такой момент. И холестерин у нас также завышен, во-первых, из-за высокоуглеводного питания. Во-вторых, из-за того, что есть проблемы с желчоотоком. И с этим нужно работать. Ну и что у нас еще в завершении здесь? Фракции холестерина ЛПВП. Это условно хороший холестерин липопротеиды высокой плотности. И ЛПНП, условно плохой холестерин липопротеиды низкой плотности. Значит, в высокой плотности хороший холестерин у нас низковат, а плохой холестерин у нас высоковат. Вот как раз что нужно делать? Корректировать рацион, убирать простые углеводы все из рациона, работать на желчооток. Для того, чтобы нормализовался у нас вот этот липидный профиль. Потому что смотрите, коэффициент атерогенности, что это такое? Это риск развития атеросклероза. Это риск заполучить инсульт, риск заполучить инфаркт. И он у нас завышен очень сильно. Даже при максимальной границе 3,5 референса, он выходит далеко за ее пределы. То есть это большой риск, что может произойти крайне неприятные, нехорошие и опасные для жизни последствия. И последний показатель, который мы здесь видим, это гомоцистеин. Это серосодержащая аминокислота, которая опять же говорит нам о здоровье наших сосудов. В идеале он должен быть 5-7. То есть 7 это такая верхняя точка, верхняя граница. А здесь мы будем снижать гомоцистеин, потому что высокий гомоцистеин усиливает нам риск развития атеросклероза. Итак, смотрите, как же мы будем снижать гомоцистеин. А мы возвращаемся с вами вот сюда. Что у нас тут? Дефицит группы В. При дефиците витаминов группы В у нас нарушается процесс метеллирования и растет гомоцистеин. Поэтому нам нужно в первую очередь восполнять эти дефициты. И здесь мы видим дефицит нашего В12. Вот он, В12 у нас крайне-крайне низкий. Поэтому проверяем синдром Жальбера, проверяем кислотность желудочного сока, чтобы у нас В12 усваивался. Потому что если у нас будет низкая кислотность, мы можем пить добавки длительное время, ничего повышаться у нас не будет. И, соответственно, корректируем питание, рацион, убираем простые углеводы. В целом вот такая вот стратегия на ближайшие пару месяцев. Как раз таки вот та вся симптоматика, которую я назвала в начале видео, нам говорит о том, что присутствует, скорее всего, синдром Жальбера. Потому что объединяет в себе вот это все состояние. Он, проблемы с желчьотоком, паразитоз, как раз дают вот этот упадок сил и головные боли и боли другого различного характера. Ощущение тяжести и переполненности после еды нам, скорее всего, говорит о том, что снижена кислотность. Будем работать в этом направлении. Сначала диагностировать, а потом работать на восстановление уровня соляной кислоты в желудочном соке. И в целом, конечно же, корректировать рацион. Почему нам так важно следить за достаточным уровнем соляной кислоты в нашем желудке и за качественным желчьотоком? Потому что вот эти две жидкости, они являются такой защитным таким барьером против патогенов, тех же самых паразитов. Потому что если будет достаточный уровень соляной кислоты, то паразиты и патогены, имеющие белковую структуру, попросту уничтожатся, они переварятся. Если у нас будет снижен уровень соляной кислоты, то они у нас проходят дальше в кишечник. Желчьоток также является санирующей жидкостью, которая защищает нас от различных также патогенов и паразитов. И если нарушен желчьоток, то также будет повышенный риск инфицирования. У меня есть прекрасное руководство по работе с желчьотоком и по работе диагностики уровня соляной кислоты в желудке. Можете найти по ссылочке в шапке профиля. Продолжение следует...